Я вот вначале анонсировал, что мы расскажем нашим зрителям о главном телохранителе, главном охраннике Путина. Я, конечно же, имел в виду сейчас Джо Байдена после его последних высказываний о том, что в Украине не позволено атаковать западным вооружением ни Москву, ни Кремль, ну там, условно читаем бункер Путина. У нас, кстати, между прочим, я не знаю, может быть, просто мы с вами о чем-то не в курсе, но я что-то не слышал, чтобы Америка передавала нам какое-то вооружение, которое мы можем добить до Москвы, да, дальнобойное. Но, может быть, Джо Байден знает нечто большее. Как вы думаете, для кого это, да, в первую очередь был сигнал о том, что США не поддерживают и запрещают даже Украине использовать в таких целях это оружие? Это сигнал Путину, если да, то зачем он сейчас нужен? Ну, следует сказать, что на протяжении крайнего месяца они оба обменялись такими или нейтральными, или деэскалационными заявлениями. Байден в интервью Time сказал о том, что он не является сторонником натавизации Украины, что, помня его предыдущее высказывание о натавизации Финляндии, можно интерпретировать как отказ нам в членстве в организации Вашингтонского договора. Путин показательно был посажен на панель конференции в Петербурге возле Караганова, как модератора. Караганова, который имеет авторитет и РНМ Ястреба, который хочет уже завтра взорвать где-нибудь в назидание ядерную бомбу или там сжечь всю Европу в ядерном огне, как гиену огненную, да, как он сам выражался там. И на фоне Караганова Путин демонстрировал риторику, ну, практически голубя мира, то есть бить ядерным оружием не хочу, оснований пока нет, на НАТО нападать не собираюсь, и в принципе мы только вот за какие-то локальные успехи и интересы, но против развязывания Третьей мировой войны, тем более в ядерном исполнении. Собственно говоря, и господин Байден, он следует сказать, мы не должны удивляться его заявлениям, если посмотреть заявления все с 22 года, мы другого не найдем. И в мае 22 года Байден говорил о том, что его стратегическим интересом является недопущение прямого столкновения РФ США. И в 23 году он это повторял. По маршу Пригожина мы помним, каким образом отреагировали американцы. По атакам на НПЗ Российской Федерации лично Кэмала Харрис по заверениям наших властей говорила с Владимиром Зеленским. Ну и много иного в этом смысле мы можем найти. И не секрет, и это прямо написано в американских документах, и об этом прямо утверждают американские аналитики, что стратегия Соединенных Штатов состоит в так называемом навязывании затрат. То есть они помогают нам, исходя из следующей логики, что в какой-то момент Российская Федерация оценит неприемлемость ущерба, не захочет нести его дальше, не захочет увеличивать жертвы со стороны своих вооруженных сил, траты в экономическом смысле, будет смотреть на сложности в своей экономике, опасаться внутренних противоречий в государстве и закончит войну. То есть они всегда подчеркивали, что целью войны не является стратегическое поражение Российской Федерации в плане угрозы государственности. И причина, как мы сказали выше, не пересечь ту красную линию, которая состоит в ядерной эскалации, поскольку Штаты и РФ на сегодня владельцы 90% всех ядерных вооружений в мире и обладают носителями соответственного вооружения. Отсюда умеренная помощь, помощь специфическая, помощь, которая, к примеру, не состоит в поставках самолетов, которые способны нести средства поражения дальнего радиуса действия, поскольку вот АТКМС, это из наземных систем, это наиболее дальнобойное оружие, за исключением мини-тменов, стратегических ракет, которые несут ядерные боеголовки. Там, томогавки, к примеру, это ракеты, которые базируются на кораблях, то есть это ракеты моря-земля. И, учитывая там конвенцию Монтрео, томогавки нам поставить в принципе не могут даже теоретически, поскольку корабли не пропустят, соответственно, через Босфор и Дарданеллу в соответствии с международными обязательствами. Что касается дальнобойных ракет, то это ракеты авиационного базирования, там под F-16 есть, насколько я знаю, несколько образцов, но следует также обратить внимание, что штаты нам авиационную технику не предоставляют и на сегодняшний день даже не обещают. Ее поставляют Дания, ее поставляют Нидерланды, Норвегия, вероятно, обещала, возможно, другие страны, включая Францию, с миражами в неизвестном количестве, но не штаты. Они никогда не скрывали, к слову, что они стараются балансировать войну таким образом, чтобы это не препятствовало достижению их стратегических интересов. Они, как мы сказали выше, заключаются в безопасности своей территории и отсутствии, понятно, что они не думают, что проиграют Российской Федерации даже ядерную войну, но для них принципиально важно не допустить риска того, чтобы хоть что-то прилетело по их территории, соответственно, составив угрозу американским гражданам. Если мы через такую призму посмотрим на все заявления американской стороны на протяжении всех лет войны, то мы не увидим противоречия в их позиции и мы сможем объяснить сами себе, почему иногда поставки затягиваются, почему они приходят не в полном объеме, почему ряд образцов вооружения мы, в принципе, не получаем даже на уровне обещания. Но в то же время, Геннадий, мы же видим, как расширяется поле доступных для Украины средств поражения и в целом вот эта красная линия, избитая клише, но все-таки с атаками по территории России, по военным объектам. Полгода назад мы всерьез об этом не говорили, могли только мечтать. Теперь уже не просто динамика, да, вот эта дискуссия, она повысилась, а уже огромное количество стран и Соединенные Штаты, да, пускай пока не дальнобойным оружием, но по приграничью все-таки зеленый свет на атаки через границу дали. То есть все-таки, значит, получается какая-то эволюция этих тезисов, да, и стратегии есть? Ну, знаете, так себе эволюция, поскольку это же была реакция на новое наступление с нового направления Российской Федерации. То есть мы для того, чтобы получить разрешение, как вы правильно сказали, ограниченное разрешение, там, по сути, нам добавляется возможность использовать РСЗО «Хаймарс», которое по дальности километров 70 примерно, плюс-минус, нам не разрешают АТКМС использовать по территории признанной Российской Федерации, нам не пообещали на сегодняшний день самолеты. То есть для того, чтобы сдвинуть красную линию, мы вынуждены были дождаться, пока красную линию на севере сдвинут с той стороны. То есть всегда вот эти движения красных линий, они имеют двухсторонний характер, нужно тоже это понимать. И мы очень преувеличиваем значение некоторых систем вооружения, ну, просто мы уже много циклов по этому поводу прошли, начиная от байрактаров, заканчивая там джевелинами, танками, дальнобойными системами РСЗО, и они приносили результаты, но они приносили результаты ограниченный промежуток времени, и нам не давали сразу достаточное количество подобного рода систем для того, чтобы мы могли достичь реального результата на поле боя в плане деоккупации территорий. Ну, к примеру, контрнаступление 2023 года, это признают и наши военные, и американские военные, военные, оно было достаточно, ну, скажем так, ну, не то чтобы авантюрным, но очень оптимистичным с точки зрения того, что у нас не было преимущества в воздухе, и мы не дождались авиационной техники, нам ее не пообещали даже на тот момент. То есть мы должны понимать вот модальность поведения наших партнеров, исходя из их доктрины. То есть решения не принимаются на эмоциональном уровне. Решения мы ждем, как бы нация, которая подвергается смертельной опасности, где разрушаются наши города и гибнут люди. Для нас любые средства необходимо использовать для того, чтобы защитить свою жизнь, поскольку мы на своей земле обороняем, соответственно, свое государство, но другие государства воспринимают ситуацию иначе. Они воспринимают ее через призму своих интересов, своих целей, и в этом смысле человеческие жизни и, в принципе, там, независимость Украины, они являются одним из факторов. Возможно, они всегда на первом месте. То есть для нас это единственный фактор, и мы готовы на все. И наши люди гибнут, в том числе, за идею сохранения государственности и возобновления территориальной целостности. Но в логике наших партнеров это является одним из факторов, который может перекрываться иногда иными соображениями. И, к сожалению, мы на протяжении всех этих лет наблюдаем неоднократно подобного рода ситуации. Бывший советник главы Офиса президента Алексей Аристоевич недавно в новый скандал попал. Он заявил, что если Украина не поменяет стратегию войны и, в общем-то, кардинально как-то не пересмотрит свои взгляды на цели в этом противостоянии, именно на поле боя, то потеряет еще большее количество территорий. Как вы считаете, в чем могут заключаться те изменения, которые сейчас необходимы в этой стратегии? И вот о видении победы. У нас-то оно есть. Мы его декларируем, в том числе будем декларировать на глобальном саммите мира. Есть ли такое видение победы для Украины на Западе, как вы думаете? Мне тоже интересно было бы это видение почитать. Вот, к примеру, бюджет американский, который нам задержали на полгода, он, среди прочего, предусматривает норму, которая обязывает американскую администрацию предоставить Конгрессу план на протяжении 45 дней, я так понимаю, они уже истекли, план, стратегическое видение американской деятельности в нашей войне. Я бы с большой радостью почитал бы, поскольку в чем наша основная проблема заключается? Цели у нас святые и понятные. Территориальная целостность, и это отвечает и нашему законодательству, и международному праву, и запросу общества, ну и вообще всему доброму и светлому, что можно вообще найти в этом грешном мире. Однако у нас, очевидно, нет ресурсов для того, чтобы достигать этой цели вне получения помощи от западных партнеров. В то же время западные партнеры помощь нам, как правило, особенно военную, предлагают на очень короткий горизонт времени, от месяца до максимум года. На протяжении года мы имеем иногда цифры бюджета, на которые поступит помощь, но мы не понимаем номенклатуру, мы не понимаем количественные, качественные характеристики оружия и кто сколько куда поставит. И мы в этой связи ограничены в нашем стратегическом планировании. По-нормальному стратегическое видение – это поставки на 5 и более лет, это четкое понимание по количеству, качеству и прочим показателям, и отсюда возможно построение военных планов, включая планы деоккупации, включая иные планы, которые позволят нам достигнуть своих целей военными средствами. Но, к сожалению, еще раз повторим, стратегического видения нам никто на сегодня не предоставляет. Вот почему не исполнен американский закон, тоже не до конца понятно, поскольку Блинкин, к примеру, будучи недавно в Киеве, в зале КПИ, Киевского политехнического института, он говорил про то, что есть план и стратегия, но когда он раскрывал эти тезисы, он не сказал ничего конкретного. Он, как всегда, обратил внимание, что 40 плюс стран ввели санкции против Российской Федерации, что многие страны поставляют нам вооружение, что существуют там танковые коалиции, самолетные коалиции, и другие коалиции, которые в рамках «Рамштайн» и не только поставляют Украине оружие, но конкретики там не звучало ни в цифрах, ни в штуках, ни в иных единицах, которые понятно и рационально можно препарировать для составления некого плана стратегического. Вот в этом всем и заключается проблема, поскольку без понимания ресурса мы не можем составить план, без понимания плана мы не можем определить сроки, прогнозируемый уровень потерь и прочие важные вещи, которые необходимы в военном планировании, поскольку военная ситуация, она в принципе поддается расчетам, ограниченным, безусловно, не всегда точным, но это считается. И тем более современные войны, которые требуют больших затрат на высокотехнологическое вооружение, которые требуют подготовки людей, в конце концов, под определенные образцы техники, это все предусматривает. То есть, грубо говоря, мы не зная, сколько у нас будет в следующем году танков, не можем прогнозировать, сколько нам необходимо и каких танкистов подготовить, например, исходя из мобилизации, которая по новому закону на сегодняшний день происходит. Мы не знаем, сколько нам необходимо подготовить пилотов. Обучение пилотов, к сожалению, очень медленно продвигается, и мы наблюдаем это уже не первый месяц, и, возможно, даже не первый год. Мы не знаем, сколько нам нужно артиллеристов, дронщиков и прочее, и прочее. Ну, или знаем, но очень приблизительно. И в этой связи наша основная проблема заключается в этом. Ну, безусловно, есть и внутренние проблемы с управляемостью, с то, что там, в принципе, военные эксперты наши и озвучивают. Однако, чтобы на позитиве закончить, если Арестович прогнозирует территориальные потери, понимая качество его прогнозов, которые никогда не сбываются, мы можем от обратного предположить, что все будет хорошо. Это хороший финал этой подтемы. А в целом, вот, просто по-человечески интересно ваше мнение. Сейчас Арестович возглавляет чуть ли не тройку рейтинга антидоверия среди украинцев. Там есть еще и Петр Порошенко, есть еще и Юлия Тимошенко, и вот туда затесался, значит, Арестович. При этом аудитория у него все равно огромная, и вот даже, видите, сегодня мы с вами общаемся и все равно вспоминаем о нем, потому что вызывает широкий резонанс такие его заявления. Как вы думаете, какое будущее ждет Арестовича? Ну, по крайней мере, он пытается, очевидно, играть в политику. Он пытается, прежде всего, ориентироваться на русскоязычный электорат центра, там, Востока и Юга Украины. По сути, пытается отожрать электоральную нишу, которую всегда занимал и продолжает занимать Юрий Бойко. Но насколько у него это получается, учитывая вот эти цифры, про которые вы говорите, думаю, что не очень, поскольку человек уже, он не глупый человек, он человек талантливый, но талантливый, как, ну, такой социальный психолог. Однако люди все равно помнят, что он прямо признавал, наверное, трижды уже, что совершал переобувание и что систематически и долго вводил в заблуждение, приводя некие сведения. Ну, каждому просто вот, чтобы не быть голословным, любой наш зритель может найти вот где-нибудь там в февраля, к примеру, 23-го года какой-нибудь большой ролик господина Алексея Арестовича и послушать, что говорилось тогда и сравнить с тем, что говорится сейчас. Ну, как бы, я не исключаю, у нас народ непредсказуем, что будущее, ну, кстати, вот, что касается парламентского будущего, допустить, что при, там, барьере в 3-4 процента условная партия Арестовича когда-нибудь, когда будут выборы, сможет претендовать на что-то, но антирейтинг, к примеру, там, на амбиции, на высшие посты, как и Петру Алексеевичу, наверное, они ему не светят никогда, поскольку в выборах, в частности, там, президента играет большую роль антирейтинг. И тут необходимо как раз выигрывать, ну, тот, у кого больше рейтинг, а тот, у кого меньше антирейтинг. В нашей традиции этот тезис подтверждался примерно всегда. Друзья, как вы думаете, что в будущем ждет Алексея Арестовича? Ваше личное мнение и как менялось оно за время полномасштабного вторжения? Оставляйте в комментариях, будет интересно почитать. Ну, и не забывайте нажимать на лайк, если не сделали этого в начале видео. Как, в общем-то, всегда вы не делаете, не прислушиваетесь, но сделайте хоть сейчас, пожалуйста. Будет очень приятно. Так, и мы сегодня много вспоминали Международный экономический форум. Давайте о нем еще немного поговорим. Межплеменной экономический форум, как его называет Александр Невзоров. Значит, Путин там, что забавно, выступил вместе со своими двумя дочерьми. Да, они выступали в разных панелях, однако это был такой публичный вывод в мир, в свет. И хоть раньше стеснялся достаточно Путин своего родства и даже называл своих дочерей эти женщины. Теперь вот, ну, можем сказать, то, что они там оказались, и то, что они оказались в непосредственной близости с военным преступником, но это как бы признание того, что действительно, да, это мои дочери. Только лишь возникает вопрос, зачем. Недавно Воронцова, одна из его дочерей, они обе носят другие фамилии, Тихонова Воронцова, одна из них давала интервью, где рассказывала о том, что российское общество человекоцентрическое, и вообще, значит, как мы все доброе, светлое дарим миру и в космосе, помогаем в медицине, в литературе и в чем угодно. Вот, и тогда уже возник вопрос, зачем было нужно такое программное интервью. Теперь вот они обе оказались на сцене Международного экономического форума. Как вы думаете, есть ли какая-то политехнологическая стратегия в этом, да? Ну, ведь вряд ли можно представить, что это совпадение. Может быть, да, может быть, нет. Но пока оснований для каких-то глубокомысленных выводов нет. Это всего-навсего одно появление на, по большому счету, второстепенной площадке. Их не ввели в Совет Федерации в качестве должностных лиц или не назначили даже помощницами президента. Поэтому тут разброс версии очень большой от того, что он просто с возрастом стал более сентиментальным и решил порадовать свое общество видом своих дочерей, заканчивая тем, что он готовит преемницы. В имперской российской традиции, в принципе, были неоднократно случаи, когда женщины управляли этим большим государством. Хотя следует сказать, что в основном они были не русского происхождения. Поэтому, возможно, что о немецком следует задуматься и в этой части россиянам. Поэтому здесь это некий эпизод. Ну, как вот у нас, например, часто в плане Лукашенко носились с его сыном Колей. Но ни к чему это не приводит. Колей как-то вот уже пропал. Что с мальчиком? Может, все ли у него хорошо? Мы вряд ли переживаем. Но так или иначе, говорить, что готовится некий транзит власти на своих родственников в условиях Российской Федерации, наверное, не стоит. Я бы лучше внимательнее смотрел за господином Дюминым, который был с губернатора переведен на уже, по сути, высокую должность в центральной администрации. И как раз он является представителем вот этой чекистской корпоративной среды, которая, собственно, и на сегодня руководит в большей степени Российской Федерации и принимает наиболее важные решения. Поэтому, наверное, вот лучше туда смотреть, нежели на дочерей. На дочерей смотреть, возможно, интересно сугубо так в медийном смысле. Но для анализа такого политического это дает на сегодня, по крайней мере, мало. Мы вспомнили о Дюмине. Ну, перед тем, как он из Тулы со своим самоваром, в общем, в Москву приехал, он же был еще и до этого, когда-то как-то занимал должность охранника Путина. И любопытно, действительно, такой карьерный рост налицо. Но мы ведь знаем, что, опираясь на открытые данные, что Путин преемника, по крайней мере, единственного за все это время еще ни разу у него не было. То есть, когда Медведев грел ему трон, даже Медведева, он, в общем-то, потом постарался каким-то образом от власти максимально отодвинуть, потому что увидел, побоялся, что эта власть может быть отнята у него. Теперь вот этот карьерный скачок Дюмина. Называли и других людей, которым могут быть передана власть после смерти Путина, и якобы Путин на это согласен. Это и дети его ближайших друзей по кооперативу «Озеро». Эти фамилии, я думаю, все знают. В целом, как вы считаете, у самого Путина есть ли план на случай собственной смерти, убийства, ликвидации, как угодно можно это называть? Или же все-таки он действительно надеется править вечно, пока это возможно, а дальше хоть трава не растет? Я думаю, плана нет. И, как правило, такого плана лидеры план не составляют. Человеку неприятно думать про то, что с ним может что-то скоропостижно случиться. И, скорее всего, он исходит из того, что у его, как он говорит, стратегических соперников за пост президента будут биться два человека. Один 42-го года рождения, второй 46-го. И он 52-го. То есть по сравнению с действующим президентом США, как он считает, он моложе на 10 лет. И как минимум получается, что два срока он может еще попробовать править в случае, если российское государство будет устойчиво существовать, ну, по крайней мере, не хуже, чем сейчас. Поэтому механизмов не видно. В таких странах, вот и Беларусь провела реформу, кстати, и Российская Федерация примерно по этому пути идет, создавая некие коллективные органы возле этого, я не помню, как он точно у россиян называется, что-то наподобие совбеза, который включает в себя, в том числе, возможность потом перейти, по сути, на пожизненную должность условного старейшины, который будет смотрящим за преемником и новым президентом. И с другой стороны, подобного рода органы, они могут перехватывать на переходные периоды инициативу для того, чтобы сохранить устойчивость всего государства. Вот так делали в Казахстане, так сделали в Беларуси. Нечто под очень похожую модель в связи с реформой конституционной применили в Российской Федерации. То есть они понимают, что риски некие есть и создают вот такие вот островки устойчивости, на которые должны будут ориентироваться элиты в случае чего. Сегодня для них более важный вопрос – это вот то, с чего мы с вами начинали. Это перекрестить, условно, своих артистов, того, кого называют олигархами и иных лидеров мнений под повестку российскую, по сути, отрезать им путь на Запад, отрезать им путь сотрудничества с Европейским Союзом, со Штатами и ориентировать их на некую суверенность. Поскольку мы видели даже, кстати, некие противоречия. Вот Сурков где-то год назад писал статью, где прямо обращал внимание, что Россия – это не часть глобального юга, а часть глобального севера. А глобальный север – это как раз Евроатлантика. И ценностная, и культурная, и так далее. И он, по сути, призывал российские элиты одуматься и ориентироваться не на Китайскую Народную Республику, а на западные страны. Но с тех пор даже в форме публицистики подобного рода идей особо незаметно. И такие господа, как Тренинг, к примеру, который в свое время возглавлял центр Карнеги, американский центр в Москве, он на сегодня тоже в полной мере поменял, перестегнул шлем на вот эту евразийскую риторику, которая, по сути, является конфронтационной, стратегически с Западом. То есть сложные процессы на сегодня идут, и мир ищет баланс. Мир на сегодня серьезно изменился. Это связано... Война в Украине это, скорее, симптом этих изменений. Следующее десятилетие так или иначе пройдут под эгидой противостояния Китайской Народной Республики и США. И, собственно говоря, будут иметь экономические причины. Вот сейчас выстраиваются союзы. Почему мы говорим про такое понятие, уже устойчивое, как глобальный юг? Почему на нашу мирную конференцию, к сожалению, не приезжает полмира и отказывает нам в поддержке инициатив по возобновлению территориальной целостности? Почему та же Саудовская Аравия отвалилась от западного мира с точки зрения, по сути, экономического союза и сотрудничества? Ну и много дальше таких почему можно назвать. И включает это в том числе в себя и войны. То, что происходит между Ираном и Израилем. На сегодня мы видим, как Хезбалла предпринимает жесткие атакующие действия в сторону израильского государства. Израиль собирается отвечать. Мы видим проблему с Ираном, мы видим некую напряженность на Балканском полуострове. Северная с Южной Кореей уже даже риторически передумали объединяться. Есть противоречия с Японией, с Китаем, торговые войны. Ну, в общем, мы находимся, как говорили китайцы, во время перемен. И жить во время перемен они никому не желали. Но у нас особо выбора нет. Нам бы выжить. И, вероятно, из этой ситуации есть шансы выйти более сильными, с лучшим пониманием того, что происходит вокруг. И найти свое место в мире, которое после, в том числе, окончания нашей войны будет выстроено.